Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается стабильной. По данным управления Роспотребнадзора, на настоящий момент выявлено 30 новых случаев новой коронавирусной инфекции. При этом за сутки в городе Якутске зарегистрировано 20 новых случаев. Необходимо обратить внимание на выявленные случаи в Чуропчинском улусе, в котором за последние сутки выявлено 5 новых случаев, для которых характерно выявление в разных шести населенных пунктах Чуропчинского улуса. С еще соответствующей задачей по усилению, особенно сейчас в предканикулярное время, поставлено перед оперативными штабами именно Чуропчинского района. Два случая выявлено в Мирненском районе и по одному случаю в Вилюйском, Горном и Нерингринском районе. На настоящий момент за сутки было проведено 870 исследований. Всего с начала пандемии в Республике проведено 987-281 тест на новую коронавирусную инфекцию. Лабораториями, которые работают в Министерстве здравоохранения, а также лабораториями управления Роспотребнадзора по Республике Саха и Кутя. Необходимо обратить внимание на, как я уже сказала, осложнение ситуации в Чуропчинском, Вилюйском районах, в которых также есть, а также в Горном районе, в котором есть семейные группы, семейные контакты. И сегодня вновь у нас стали появляться завозные случаи, связанные с тем, что приезжают лица из других субъектов Российской Федерации. И, соответственно, еще раз обращаю внимание и жителей Республики, и руководители оперативных штабов на необходимость соблюдения мер и добровольной самоизоляции, и мер сохранения вокруг себя людей для того, чтобы не распространять инфекцию. На настоящий момент в Республике продолжается вакцинирование населения. На 15 марта из поступившей в Республике вакцину использованы 98,6% от поступившей вакцину Республики. Значит, завтра, 16 марта, мы ждем новую информацию по поступлению новой партии вакцины, и, соответственно, все наши соответствующие медицинские пункты. Запись продолжается. Готовы к тому, чтобы проводить вакцинирование в централизованном порядке. Приоритет при вакцинировании также будет отдаваться пожилым гражданам. Сегодня главой Республики Саха-Якутия будет объявлено о продолжении режима повышенной готовности до 31 марта 2021 года. При этом, исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, проведено ряд мероприятий, которые привели к тому, что мы сегодня, соответственно, указом главы подготовили предложение, по которым разрешается проведение основных республиканских мероприятий и мероприятий муниципальных образований, конференций, форумов, культурных и просветительских мероприятий по согласованию с Республиканским оперштабом. Согласование с Республиканским оперштабом требует каждое проводимое мероприятие по ходатайству районных оперативных штабов с определением как соблюдения мер санитарно-эпидемиологических позиций, так и количества участников в зависимости от площадки и санитарно-эпидемиологической ситуации. Кроме того, принято решение об увеличении загрузки зрительных залов до 75% в кинотеатрах, в театрах и в концертных организациях. Ситуация, которая у нас на настоящий момент существует, показывает, что практически все учреждения продолжают и соблюдают достаточно четко режим, непосредственно который дезинфекции предусматривается для них, поэтому, соответственно, предложено увеличить количество до 75%. Ну и кроме того, разрешается деятельность парков культуры и отдыха и аттракционов. Необходимо обратить внимание, что отменяется требование у закрытия объектов для проведения генеральной санитарной уборки помещений, при этом организации обязаны проводить их еженедельно в удобное для них время. Мера, которая была направлена на генеральную санитарную уборку помещений, закрытие самих учреждений, закрытие объектов торговых учреждений, конечно же, дала нам возможность прежде всего и снизить, значит, и порог заболеваемости, и, соответственно, дала возможность не распространять инфекцию. Поэтому, несмотря на то, что дни четко будут не определены указом главы республики Саха-Якутия, необходимо обратить внимание на то, что генеральная уборка и дезинфекция должна в обязательном порядке проводиться. Только что закончился республиканский оперативный штаб под руководством главы республики Саха-Якутия, на котором поставлены в том числе ряд задач, связанные с обеспечением дезинфекции школьных пространств как до каникулярного времени, так и после каникулярного времени, особенно тогда, когда школьное пространство используется для проведения избирательной кампании на территории нашей республики. Спасибо. Спасибо.